Добрый день, вы о вас слышите? Мы рады вас приветствовать, потому что на самом деле проблема, которую вы сегодня подняли, она очень важна. И вот этот доклад, который мы прослушали с большим удовольствием, почему? Потому что как раз вопросы взаимодействия пациента и врача, они, наверное, очень важны. Потому как без понимания и взаимодействия, желания выжить, желания жить, наверное, говорить о качестве жизни весьма и весьма проблемно. У нас за нашим столом еще один представитель Ларина Ольга Данииловна, она старший научный сотрудник Центра церебровоскулярной патологии и инсульта, человек, который тоже многие годы занимается реабилитацией. Поэтому мы делаем такой коллективный доклад о восстановлении голоса у пациентов после удаления гортани. На самом деле мы постараемся познакомить вас с теми проблемами, которые реально существуют. И фактически тогда, когда он сталкивается с этим серьезным заболеванием онкологическим, когда он проходит хирургическое лечение, то на самом деле главная функция коммуникации, она остается достаточно важной, доминирующей. И поэтому мы позволили вам показать те основные вехи, которые связаны с реабилитацией, восстановлением голоса у этой категории пациентов. Голос один из структурных компонентов речи, обеспечивающий ее разборчивость, выразительность, эмоциональность. Но самое главное, что голос это средство общения, а для многих людей является орудием производства, инструментом профессиональной деятельности. И поэтому, когда человек лишается голоса, он теряется и требуется длительный процесс восстановления голоса. Восстановление голоса на сегодняшний день производится несколькими способами. Традиционными, с использованием логопедических методов, чаще всего это выработка пищеводного голоса, с применением голосообразующих аппаратов и хирургическими методами с применением голосовых протезов. Мы попробуем остановиться на всех этих способах восстановления голоса. Первая ларингектомия произведена в 1873 году, хотя описание псевдоголоса, голоса, который продуцируется неголосовыми складками, были сделаны значительно раньше. И поэтому мы с вами знаем, что тогда, когда у человека нету картани, можно восстановить голос за счет компенсаторных механизмов, либо какими-то другими техниками, о которых мы тоже будем сегодня говорить. Традиционно специалисты связывают возможность восстановления голоса с именем Гуцмана, который в своих работах неоднократно описывал методики восстановления голоса при различных заболеваниях голосового аппарата. И впервые опубликовал методику формирования пищеводного голоса в 1910 году. Восстановление голосовой функции у пациентов является главной задачей реабилитации после полного удаления гортани. И на самом деле, почему восстановление голоса каким-то из любых методов, о которых мы с вами говорили, потому что у человека восстанавливается качество жизни, он может полноценно общаться с окружающими. И я помню, так как вы вспоминали свои студенческие годы, что для нас было это очень важно, что могут вернуться в профессиональной деятельности, но и даже петь могут люди, у которых нет гортани. Иванов, один из наших соотечественников, известный хирург, тоже в 1910 году писал, что завершающим этапом тотального удаления гортани является восстановление речи, потому как речь может быть доведена до высокой степени совершенства. Но приближаться к нормальной, это, конечно, завышенная цель, потому как коммуникации, общаться такие пациенты могут и достаточно удачно. Еще одно имя, которое мы должны вспомнить, потому что Мистислав Зейман, он был соратником Гуцмана, поэтому представители школы органиков достаточно глубоко изучали именно проблему восстановления пищеводного голоса. Он впервые рентгенологически исследовал механизмы пищеводного голоса, ну и в 1924 году опубликовал методику обучения пищеводному голосу, потому что она была адресована и специалистам, и пациентам, которые могли, используя те приемы, которые там описаны, вырабатывать у себя замещающие механизмы. Он предложил пять методов, которые здесь перечислены. Метод аспираторный, тогда, когда больной задерживает воздух на вдохе и делает глотательное движение, и дальше уже появляется озвученный выдох, который и служит базой для дальнейшей фонации. Метод заглатывания, метод инжекции, потому что по-разному идет механизм смыкания стен от пищевода, в результате чего появляется щелчок, звук, и дальше на этом строится фонация. Аспираторный метод. Начинать занятие можно было сразу после заживления операционной раны. Были разработаны специальные упражнения на отрыжке, потому как на самом деле даже больным рекомендовали сильно газированную воду, которая способствовала тому, чтобы был звуковой щелчок, который потом появлялся базой для дальнейшей речи. Период обучения индивидуальный. Вот это на самом деле очень важный момент, потому что по мнению нашей соотечественницы Таптаповой Светланы Леоны, 30% самостоятельно больных могли по подражанию обучаться этому голосу. А для кого-то требовали специальные логопедические занятия, и это было очень важно, что не все одинаково техникой этой могли обладевать. Метод блокирования. Это тоже один из способов, когда специальными тренировками достигаются такие, формируются такие условия, когда появляется звучный голос. Метод лабиовибрации. Здесь тоже описаны техники, каким образом этот голос формируется, и фактически благодаря тренировкам у больных появляется возможность звучной фонации. Ну, я уже сказала о том, что сегодня логопеды за рубежом, наши отечественные специалисты, хорошо знают фамилию и имя Таптаповой Светланы Леоновны, потому что для тех, кто сталкивается с этой проблемой, могут ориентироваться на ее труды, и я заверяю вас, что если вы найдете ее книжки, то вы можете самостоятельно попробовать овладеть этими методиками. И у нас были такие опыты, когда мы давали ординаторам возможность, прочитав книгу, потом использовать эти тренинговые моменты на пациентах, и они легко справлялись вот с этой проблемой, потому как даже не владея какими-то специальными приемами, они могли объяснить пациентам, как и что нужно выполнять. На самом деле первый этап подготовительный, и на первом подготовительном этапе рекомендовано занятие лечебной физкультурой. Это как раз в унисон тому, что больной не должен лежать и ждать каких-то сверх достижений, выздоравливать, а здесь нужно активно двигаться, и тогда получится результат. На самом деле адаптация дыхания через трахиостому – это вот как раз та цель, которую нужно достигать во время тренировок. Тренировка мускулатуры верхних отделов пищевода, и здесь есть Дарья Викторовна Уклонская, которая непосредственно является одной из учениц Таптаповой, Лавровой Елены Викторовны, и если потом будет необходимо, она может быть конкретно дополнит вот эти моменты. Но и самым, конечно, важным моментом является психотерапия. Больной должен знать цель, для чего он делает те или другие упражнения, верить в успех. Потому что если пациент не верит в успех реабилитации, то с таким пациентом работать весьма и весьма проблемно. Вызывание звука псевдоголоса. И здесь тоже есть некоторые особенности, про которые нужно говорить, потому что здесь важно создать благоприятные условия для образования доголосовой щели на уровне первого физиологического сближения стенок пищевода. И это, конечно же, индивидуально. У кого-то больше времени уходит, у кого-то меньше. А дальше уже все идет традиционно, потому что как только появляется звук, то он поэтапно вводится в слоги, в слова, и на этой базе формируется компенсаторный механизм информации. Третий этап – это начало общения. Потому что здесь очень важно понимать, что как только больной понял, как появляется первый звук, слог, сначала это односложные слова – «под», «под», «тот», после этого начинает фраза, слово увеличивается количество словов, увеличивается фраза, и этот принцип, он фактически заложен в методиках и Гуцмана, и Зеймана, и Таптаповой. Да и все наши логопеды знают, что от простого к сложному – это тот принцип, который дидактически оправдан. Ну, речевой материал усложняется, отрабатываются скороговорки, потому что, например, скороговорка «купи», «кипу», «пик» – она достаточно с одной стороны простая, а с другой стороны ее даже человек здоровый не всегда легко произнесет, потому что нужно постоянно переключать артикуляцию. Но как только больной понимает, что он справляется с этой задачей, он чувствует себя весьма и весьма положительно. Ну и дальше, следующий этап – это начало общения, потому что конечная цель, конечно же, не просто отработка каких-то односложных слов, короткой фразы, важно, чтобы пациент понял, что такой пищеводный голос позволяет ему общаться с окружающими. И фактически для расширения диапазона голоса Светлана Леонидовна Таптапова рекомендовала вокальные упражнения, распевание под презвучием. Ну и сам больной, когда слушает музыку, он понимает, что он реально может с этими проблемами справляться. Не могу не сказать еще об одном человеке, который очень много сделал для реабилитации больных после ларингоэктомии. Юрий Стефанович Василенко в этом году исполнилось бы 90 лет со дня его рождения. Главным принципом, который провозглашал Юрий Стефанович, это был индивидуально дифференцированный подход в реабилитации ларингоэктомированных пациентов. Потому что для каждого пациента можно было выбрать тот или другой способ, и важно было, чтобы у больного было право выбора, и у врача, который мог это предложить, и у логопед. Потому что больной мог обладать пищеводным голосом, а мог, используя электрогортани, облегчить себе процесс фонации, потому что здесь генератором звука выступает это приспособление. Мы вот здесь показываем различные модели, и сегодня Дарья Викторовна вам покажет еще одну очень важную, интересную модель, потому как это разработки наших коллег из Болгарии. Не только дизайн хорош, но и возможность экономить энергию, возможность перестройки и настройки на различную высоту звучания, можно увеличивать силу звучания. То есть этим самым эти электрогортани являются весьма привлекательными. Ну и самое главное, если бы здесь был Денис, то он рассказывал, что электрогортани, у него есть такая электрогортани, не боится дождя. А разработчики говорят, что даже можно в них купаться, но, к сожалению, чтобы этого никто не делал, потому что без этого можно обойтись. На самом деле еще один важный момент, про который мы должны говорить, и специалист, который очень много сделал для реабилитации голоса, специалистам эта фамилия известна, Альшанский Владимир Олегович. Он защитил в 1978 году в прошлом веке докторскую диссертацию, диагностическая информация о раке гортани и ее использовании для планирования комбинированного и лучевого лечения. А в последние годы своей жизни он очень активно занимался крахеопищеводным шунтированием, применяя хирургические методы восстановления голоса после удаления гортани. Причем таких специалистов, которые занимались шунтированием гортани, было достаточно много в нашем отечестве. Я хочу вспомнить Сергея Никифоровича Лапченко, Владимира Васильевича Дормакова, с которыми мне приходилось работать в Московском институте уха, горла и носа. На самом деле каждый из специалистов, поскольку это индивидуальный подход для этих пациентов очень важен и значим, конструировали приспособительный механизм и больные могли общаться. В последнее время идут протезы силиконовые, которые разных фирм дают реальную возможность пациентам общаться. И вы видите, насколько эти протезы весьма и весьма комфортные для пациентов. Но нужно сразу сказать, что не все пациенты могут пройти трахеопищеводное шунтирование. Осуществляется отбор пациентов для трахеопищеводного шунтирования, потому что здесь важно, чтобы отсутствовал фарингоспазм, явление выраженного стеноза глотки. Здесь важно посмотреть, как сохранная легочная система, острота зрения, сопутствующие заболевания. Ну и, конечно же, психическое здоровье кандидатов на протезирование должны быть приняты во внимание. Ну и, соответственно, важно соматическое состояние, протез не будет эффективен, видите, при раке пищевода. И мягкие ткани шеи тоже должны давать возможность использовать протезирование. На эффективность реабилитации влияет много показателей. И мы для себя определяем, что это соматическое состояние пациента, состояние ротовой полости и стомы, подвижность языка, глотание. Это еще очень важный аспект, потому что для нас дисфагии, которые у этих больных возникают, они тоже являются критерием и показателем качества жизни. Но и не менее важным направлением и аспектом является обоняние, потому что при трахеостоме у больных эта функция тоже начинает быть нарушенной. Персонифицированное лечение представлено на этом слайде, поскольку мы с вами говорим, что здесь и психотерапевтическое воздействие, медикаментозная терапия, физиотерапия. То есть эти моменты тоже важны. Ну и основные направления для логопеда, они сформированы в нижней части экрана, и мы об этом коротко говорим. Больной должен уметь ухаживать за протезом, трахеостомой, трубочкой, фильтром, потому что это тоже очень важный момент. И этому обучают и сестры, и обучают логопед, потому что важно, чтобы больной умел это выполнить, процедуру самостоятельно. Когда мы говорим про дыхание, то здесь очень важно отрабатывать длительность выдоха, потому что мы с вами сказали, что короткий звук, он не даст еще полноценного общения, и постепенно, когда мы начинаем отрабатывать длительный выдох, у нас появляются элементы связанной речи. Я не буду подробно расстанавливаться на логопедическом воздействии, потому что здесь обозначены на слайде остальные этапы, которые позволяют формировать компенсаторный механизм, и они обязательно должны быть учтены. Это активизация функций нервно-мышечного аппарата, предотвращение вторичных дефектов, воздействие на обучающихся с целью ликвидации психогенных реакций, то есть все эти направления очень важны. Ну и логовосстановительная работа начинается в стационаре приблизительно через 3-5 дней после операции, а может быть меня Дарья Викторовна исправит, потому что она и сейчас активно работает с пациентами. Мы говорим, раньше начнешь лучший результат. Амбулаторный срок занятий тоже до 6 месяцев. Ну и самое главное, что постепенно дозировано увеличивается продолжительность занятий. Дыхательная гимнастика, это никуда мы без нее не денемся, потому что это статические упражнения, динамические упражнения. Если у человека соматически восстанавливается здоровье, появляется вера в то, что вернется к нормальной жизни, это залог того, что будет все благополучно. Ну и сейчас один из методов, который позволяет больным восстановить голосовую функцию, является возможность записать свой голос до операции на специальное устройство и потом уже впоследствии после операции использовать этот механизм для восстановления коммуникативной функции. Этот слайд подводит итог. Мы рассказали вам о трех основных направлениях, как можно создать новый механизм голосообразования. Здесь электрогортайн, трахеопищеводное шунтирование и формирование пищеводного голоса. Но я хочу сказать, что большую помощь сегодня пациентам оказывает Всероссийская ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй». И вот благодаря именно этой ассоциации президенту Ирине Валерьевне Борового мы с вами сегодня общаемся в том числе. Цели ассоциации – это объединение пациентов под эгидой борьбы с раком, оказание пациентам и их семьям всесторонней помощи, потому что вот как раз Смолякова семья – это пример тому, как жена помогла мужу восстановиться и активно участвовать во многих мероприятиях. Ну и, конечно же, информирование о новейших разработках диагностики, лечения и реабилитации. Ну и я рада, что у вас в городе давно проводятся школы ларингоэктомированных больных. Наш центр вместе с онкологической ассоциацией «Здравствуй» за два года 20 школ провело, и причем не только в Москве, но и по различным регионам России. Соответственно, если какой-то контакт и связь необходимы, то вот отделение фониатрии Национального медицинского исследовательского центра утериноларингологии – это наш центр, сайт, где можно получить консультацию. Руководитель нашего отделения Екатерина Владимировна Осипенко, можно записаться и приехать к нам на занятия. Ну и это я уже забегаю вперед. Контакты Дарьи Викторовны, она работает в Центральной клинической больнице РЖД, и вопросы, какие у вас будут, вы ей потом зададите. Ну а это контакты, ассоциации «Здравствуй», потому что для вас, для тех, у кого есть проблемы, кому нужна помощь и поддержка, то Ирина Валерьевна сказала мне, что вы в любое время можете обращаться к ним за помощью. Вернем голос вместе. И сейчас Дарья Викторовна. Добрый день, уважаемые коллеги. Не буду долго занимать ваше внимание. Хочу лишь добавить, что действительно мы стараемся заниматься с пациентами как можно раньше, начиная с третьего и пятого дня, несмотря на то, что у пациента стоит нос в пищеводной зоне. Как вы знаете, мы начинаем лекарственную гимнастику, мы потихонечку активизируем пациентов и учим их правильно дышать и ухаживать за трафиустомой в том числе. И, как всем известно, в клинических рекомендациях по реабилитации пациентов с удовольными дактами, как альтернативные указаны все три способы, которые сегодня озвучены у вас от Асмана. Ну и я, как практикующий специалист, должна сказать, что в большинстве случаев практически всегда, даже если голос появился без участия специалиста педагогического профиля, логопедическое воздействие все равно необходимо, оно может быть направлено на улучшение акустических характеристик звука. В большинстве случаев голос у этих пациентов монотонный. Для того, чтобы он был более приемлем для общения, есть специальный комплекс приемов и методов, которые могут быть применены и позволить могут пациенту успешно общаться не только в кругу семьи, но и благополучно работать. В том числе у нас есть пациенты, которые работают директорами крупных заводов, у нас есть пациенты, которые читают лекции, и действительно даже и пение для таких пациентов тоже не за грани возможны. Если интересно, я могу показать еще вот такой аппарат электрогартайм, конечно, он все вам известен, но вот этот модель чем хороша? Тем, что вот те самые модуляции голосовые, посмотрите, выжение пальца, я могу изменить высоту звука. Это очень важно для пациента в момент общения, поскольку мелодика в данной ситуации речи будет более живая. Но не занимая дольше времени, позвольте закончить. Если будут вопросы, мы готовы ответить, мы сейчас на порядке.